Здравствуйте! Полдень, великолепный февральский денёк. С утра он был пасмурным и серым, а сейчас начинает проглядывать солнце, хотя снег ещё не прекратился. Валился сегодня полутра, ну а сейчас уже заканчивается. Однако закончила я свои дела на улице, и предстоит перемещаться домой. Ох, сколько же галок на соседской липе! Усеяли всё. Но не иначе скоро появится кто-нибудь из них. Клеющие сало на можжевельнике, предназначенные для дятла. Ничего страшного. Ох, сколько же снега этой зимой! И любопытно, каким будет нынешнее половодие, когда всё начнёт таять, стекать в мизину. Да, что, вкусняшки я только что всем и раздала. Верь, совесть-то поймей. Вон и радик, и ажель уже налопались. Пора котам. Их тоже кормить надо. Интересно, чем они там в избушке занимаются. Дома всё оказалось в порядке. Бонифаций почивает на креслице. И именно поэтому на меня набросилась пушенция. И явно скучно. И что она только не предпринимала, пока я тут с телефоном возилась. То на спинку кресла заберётся, начинает волосы мокрые, ещё от снега вырошить. То на коленке заберётся, то пытается с рукой поиграть, то телефон из рук вышибает и коробки роняет. Ах, эта маленькая непоседа. Пуш, ну пойди ты в игрушечку поиграй, а. Мне надо с телефоном поработать. Смонтировать ролики. Ой, Пушенька. Вот-вот-вот, правильным путём идёте, товарищ. Иди что. Где там твоя удочка? Давай тебе её установим. И будешь ты наслаждаться. Я не каждый день эту игрушку достаю по одной причине. Если привыкнет, то играть перестанет. Эх, розовая мышь куда-то подевалась. Иначе бейстиной проделки. А как бы она меня сейчас спасла. Кошка, всё, уже в забвении. Хотя, можно всё удачно совмещать. И туда, и сюда. Всё. Нет, вот когда валяется от верёвочка, это опасно, можно запутаться. Сейчас я всё установлю, а ты меня на радостях в покое ненадолго оставишь. Долго ли, скоро ли, но Пуша наскакалась, измоталась, и завалилась. Ибо не пацать так же спит. Так, Пуша, спим, спим. Не мешаем. Время-то уже четвёртый час, а я только-только разобралась со шлифовкой. Да, мне так хотелось ещё вчера всё это закончить, но правильно сделала. Наступила на своё эго и решила всё сделать как следует. И вот теперь новый момент, переход к ному. Уборка стамеска шкурки. Эх, тазик занят. Вот, над чем бы сова замочить? У меня почему-то такое ощущение, что это действительно сов, а не сова. Ну, вот такие филин, а не филиниха. Вот, как-то вот выражение лица, это такая немножко выпирающая пузико. Я же говорил, что у меня все разные получатся. Впрочем, выяснить это можно будет совсем скоро. Ну, а пока замочить, чтобы завтра довести всё до конца. Ладно, придётся притащить тряпку для пола, на неё переместить. Эти самые наросты мои новые трофеи и подарки. Пусть отмокают там. Лёд тает медленно, до сих пор сохранился. Ну, а на тазиком провести процесс омовения и посмотреть на цвет и дать обсохнуть до утра. Ужасно любопытно. На улице ещё достаточно светло, но для того, чтобы увидеть, что же вышло на самом деле, мне пришлось включить свет. И вот, что получилось. Тёмная мордашка, тёмный оттенок крыльев и достаточно интересный рисунок на мордашке. Ладно, пускай просыхает до завтра вдали от печки, чтобы не растрескаться. А там уж основательная шлифовочка. А глядишь, скоро дело для льняного масла дойдёт. И можно будет, наконец, воспользоваться тем, что мне в скорости должны доставить из города, то бишь, крючочками, и обе ключницы ими снабдить. Жду, не дождусь. И ужасно интересно, что выйдет. Впрочем, завтра ещё много повозиться с этой заготовочкой предстоит. Естественно, отшлифовать мелкой шкуркой, затем покрыть льняным маслом, моё любимое занятие, и уже только после этого взяться за дрель, просверлить отверстие и поставить крючки. Полагаю, что всё-таки на клей надёжнее будет. Ну, а для того, чтобы всё вешалось и могло быть приспособленным для подобного, естественно, надо будет просверлить достаточно объёмные отверстия на задней стороне, так, чтобы они подходили под диаметр самореза. Но это всё впереди. А сейчас меня больше привлекают вот эти новоприобретённые ещё покрытые льдышками не оттаившие на ростике. Полагаю, сегодняшний вечер я посвящу именно тому, что попытаюсь освободить их от коры. Вот что. Подумать, что предпринимать в дальнейшем, и начну, пожалуй, вот с этого, берёзого. карата здесь толстая. Да, собственно, на синий меньше. Ну, посмотрим. Ладно, надо продолжать эдакий творческий запой, который, в общем-то, требует того, чтобы потратить достаточно времени и получить при этом удовольствие, чем я и намерена заняться. Впрочем, интересы эти самые на ростике вызвали не только у меня. Уши сегодня празднуют. Сколько же у неё кусочков коры. Сколько же можно погонять по комнате, зашвырнуть по кровати. Ну, вот сейчас она устроилась на осине, которую я ещё не трогала и только-только положила на свой верстачок. А что до берёзы-то и тут я уже разобралась. Хм, действительно небольшой наростик. Конечно, под корой всё-то куда более объёмным казалось, но у меня возникают некоторые идеи. Единственное смущает. Мне бы хотелось состоять часть самой древесины, но обычно принято работать только с уже хорошо просушенной. Иначе она может потрескаться. А вот суель, даже если он сырой, то куда более просто в обработке. Влажная древесина долбится стамесками просто замечательно. Ну, ладно, надо попытаться так или иначе попробовать какой-то эксперимент и может быть что-то и выйдет. Впрочем, это не сегодня. Надо будет вынести на веранду, чтобы не подсыхало, а там уже подумать, как лучше поступить. Тептепал, как же приятно, когда какой-то диапазон для действия открывается. А то блюда, да блюда, совы, да совы стаями летают, а тут дикая древесина, что-то новое, неизведанное. Как же по всему этому соскучилось. И все-таки в какой-то момент решила овсинку отложить в сторонку. Решила до конца убрать кору вот с этой березовой заготовочки, а ее там полным-полно. Нет уж, лучше сосредоточиться на чем-то одном. Ну, сколько еще предстоит выбирать, а ведь без этого я не буду узнать, что себе можно позволить в качестве выемки на этом изделии. Да, тут еще предстоит поработать. Ну, уж лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном. Тем более, возникают новые идеи, какие-то формы мелькают, и очень хочется всем этим заняться. Ну, а что до пушеньки она пытается добыть из-за штора бонифации. Он скользнул в окну, и вот она его нашла. Ну, и что? Штора драть будем? Бонь, ты, когда был маленьким, себе подобного не позволял. Ну, все, все, Боня сдается. Отвали от шторы, да ее задерну, благо, что уже темнеет на улице, и оттуда света все равно никакого не поступает. Занимайтесь своими скачками, прохиндействами, а я продолжаю колубать деревяшку. Так, Боня, видимо, намеревается пойти погулять. Но нет, пушев стал стеной, ну, этой маленькой стеночкой, но явно не хочет его отпускать. по Бонке уже давно пора пройтись. Ну, что, пойти кушеньке и пора, пора пойти прогуляться. Прежде дать пушеньке понять, что он никуда не торопится втысь на кошачье коварство. А ей не терпится играть. Ну, как же, напасть, заглашматить. Ай, чудовище маленькая. Да, ему еще придется некоторое время провести вместе с ней, а затем уже отправляться на прогулку. Ну, мне возвращаться колубать свою деревяшку. Ей, бог, это очень интересное занятие. Загадочный кусок осины так и остался нетронутым до завтра, береза возлегла наверх, чтобы просохнуть, а Бонифаси все-таки вырвался на улицу, что до пуши. То она то лапку вылизывает, то опять начинает с игрушками возиться. и почесаться, шерстку в порядок привести, захорошить и вновь захулиганить. Ладно, с каждым днем она становится все более активнее. Если я раньше охвасталась тем, что у меня руки без сарапок, то теперь уже все совершенно не так. не со зла, но потихонечку ее лапки мощнеют и становятся все более и более функциональными. Ну, как же не поиграть с котенком? Это такое удовольствие. Маленькие царапки это ерунда в сопутствующие моменты. Так, котенок, может продолжить развиться, а я все-таки попытаюсь приготовить себе ужин. Ладно, сегодня было сделано достаточно много. Посмотрим, что покажет завтрашний день. Это уже совсем скоро выяснится. Ну, как обычно, уточка началась с взломаемых обнимашек, вылизываний, а затем с легкой драчки. Есть, попыталась принять участие, но ее не взяли. Боня решил, что справится с Пушей сам. Наивный парень. Ну, только совет будешь давать. Да, Виська, у него пока все получается, но это ненадолго. Скоро сам будет тебя на помощь звать. Бонифас, с Виська теперь в основном только на улице играет. Ну, а здесь у него просто времени на подобное не остается, потому как Пуша. А Пуша, хм, это еще та проказница. И справиться с ней совсем непросто. Сейчас еще так по-тихому, до этого вообще бегать не было по всей комнате. Кому-то сделали больно. Да, Боня, прошли вы те отцарапки на носу, но это явно ненадолго. Что там, Пушик? Радик валяется. Ну, что ж, надо одеваться, на улицу отправляться. Скучно сегодня, как обычно, не будет. Вот так жалко ветерок. Ох, неприятен февральский. Пронизывающий, колючий. Ну, хорошо, хоть без снега. Чего ж теперь? Ладно, сейчас пойдем гулять. Не терпится уже. У виски засвербило. Да, погодка сегодня действительно не айс. Ветер, ветер. Так-то тепло, хорошо. Вообще плюсовую в ближайшие дни обещают. Так, ну все, Бонифаций отправился на работу. Ёлки-палки, какая последовательность. Бонечка, тут скоро будет сыроватенько. Да уже, собственно. Боня, не лази. Глупый котяра. Собаки смотрят. Тоже, как и я, понять не могут, чего ему там так понравилось. На том месте, где он был вчера, уже осел снег. Такое ощущение, что кто-то провалился. Ну, точно не он. По той причине, что мокренький мясо у кота пока не видела. Ладно, пусть немножко погуляет. Я буду пока поблизости с дровишками, с водичкой заниматься. Ну, а это пускай удовлетворит своё кошачье любопытство. Ох, следователь мой. Умеет же, как и я, найти приключение на пятую точку. Ну, надеюсь, что всё обойдётся. Пока Боня ловит виртуальную рыбу, весь повел себя более приземлённо. Откуда-то вытащила землеройку очередную. Где нашла? Сама поймала или Боня подарила? Всё. Уходи, надоело. Да, что один экспонат, что другой сидит, кого-то дожидается. С ними-то очень не соскучишься. Ладно, ещё кнопка не прибежала. И хорошо, потому что как только загоню Боньку, отправлю снова колоть дрова. От ветра можно и очки одеть. не так будет слизистую раздражать. Делала паузу. Наблюдаю за Весьей. Вот это вот действительно диверсия. Ну, зачем мне яма там, куда я ставлю дрова? Весь! Всё? Закончила? А закопать? Нет, да? Ну, что ж поделаешь. Придётся всё заравнивать. Иначе ногу можно подвернуть. Да, хорошо сделала, что очки одела. А то ведь слезу вышибает незнамо как. Нет, а так хотя бы работать можно. Ладно, продолжаем. Не завершаем. Поскольку ещё достаточно много дров, и меня, так кровенно говоря, только радует. Я всё жду хорошую погоду. Ну, чтобы солнышко, синее небо. ой, как в те дни, да ещё до того мне привезли в эту вторую телегу. Так, щепку тащила. Ну, хоть так резвиться. Кнопки сегодня не видать, но оно и к лучшему. Ладно, ещё пару подходиков, и на сегодня можно заканчивать. Меня встречают. Пуша соскочила с своего налёжного местечка на полке, и как только я поставила колонн, у которого полностью обледенела рукоять, да, собственно, и обе пары перчаток уже отдыхают, они вдрыск мокрые. Так вот, не надо только умывальник опрокидывать. Пуша только не этой. Не хочу я сегодня никакой влажной уборки. Ой, агонечка разомлела в кресле. Ну, судя по всему, тут было весело. Так, часы сдвинули, покрывало измяли, подушки разбросали, но ничего не разбили и не свалили. Зайки в моих. Ладно, надо пойти к ребятам в совиный дол зайти, а затем повозиться вот с этим берёзовым суелем, тяжеленным, как не знаю что, даром что небольшим по размеру. И он оказался очень интересным. Вот там в глубине кора, и он словно древесный гриб, прирощенный к стволу, бывшему стволу, только в одном месте. Ох, не знаю, не знаю, что с древесинкой будет, пойдёт трещинами или нет, но есть кое-какие задумки на этот счёт. И по возвращении непременно отправлюсь с этой заготовочкой в мастерскую помахать топором. Ну, так слегка. Ай, если сегодня удастся завершить очередную сову, то непременно возьмётся засувель, соскучилась. Так, а Поша затаилась. Ну, можешь ещё немножко поспать. Мы скоро в северном сай, и можно будет тогда пообщаться не только с Боней, но и с Весенькой. всё, залегла, пока ещё не размышляет. Ой, ну ты просто прелесть. Всё, ухожу спокойной душой. Пошла и обомлела новая полочка. Ай, шкафчик, точнее, с дверочками. Ой, лепота-то какая. Да, чище стала в прихожей и куда более как просторной. Ну, не иначе вчера допоздна возились, генеральную уборку устраивали. И топорики. Вот это мне нравится. Один большой, другой поменьше. Ясно, кому чей. Бронежилет-кубик, рулеточка моя любимая. Ух, красота. Едим, хихикаем над рекламными подписями. И вдруг мой взор упал вот на этот предмет, который вышел когда-то давным-давно из моих шкодливых лапок. Такая вот жизнерадостная штука. Откуда она возникла? Ну, ты что, не видишь по следам, откуда она? Ну, это точно лучик наследил. Больше некому. Вот я ее принесла помыть, от паутины почистить. И на кухне повесить? Нет. Чтобы всем нечего есть хотелось? я ее обратно отнесу. Просто у меня здесь щеточка, а в совершенной воды нету? Нет, она просто очень здорово гармонирует с кухонным интерьером. Артем будет против. зато на нее посмотришь, меньше ей захочется. Слушай, это одна ведь из самых первых. Я когда стала вырезать маски, начала с черепов. Качество совершенно другое стало. Теперь я сушлифовкой вожусь достаточно долго. Не то, что раньше колупала. Убралась домой любую сна кубика. Красиво лежишь, рыжий. Лапка на лапку. Такая поза вальяжная. Чудышко маленькое. Долго вы сегодня с Артемом гуляли? Наверное, минут сорок, пока я с дровами возилась, путешествовали по окрестностям. Оказывается, ребята недавно прямо из окон наблюдали косуль. Вот действительно местечко, где частенько попадают скопытные. Интересно, какой будет обзор, если появится второй этаж. Огромное окно на фронтоне. Вот это будет действительно место для обозрения окрестностей. Повыше, чем моя крыша дровняка, с которой я так недавно слезала. Прежде, чем зайти домой, сразу же забежала в избушку, куда зарыня принесла тот самый нарост. Ну, хоть немножко подкорректировала топориком. Уже четко знаю, что будет. Мне надо было плоскость сделать нормальной. Ну, что, все, все, идем. Не терпится, да? Вкусняшечки пора выдавать. Говорящие глазенки. И весь кошныряет поблизости. Верадик ждет в калитке. Все, я освободилась. Сейчас зайду в дом, все возьму и пойдем лакомиться. Вы будете наслаждаться вкусовыми ощущениями, а я созерцать. Главное, всем будет приятно. Пошла показывать, где вкусняшки лежат, а то я забыла. Вот наступил момент, когда все обитатели избушки собрались вместе. Но это ненадолго. Скоро если-ка опять улепить, гулять, кто-то завалится спать или хулиганить начнет. Но это непредсказуемо. Пока глакостное занятие. Позу почесать язычком шершавым. Какая же ты у меня стала модница. Укладочкой занимаешься буквально каждый день. Ой, уж не нарадуюсь. Мне совершенно не приходится ее вычесывать. Раис только иногда на стружках или в древесной пыли изваляется, но она против подобных процедур совершенно не возражает. Тут и сама старается, и бонифлации помогает, и я порою. Бонни смотрит на карика, которая хомячит так, словно хочет обвинить ее в дурных манерах. Нет уж, каричка сама разбирается, чем и как похрустеть. Ну, весе терпеливо ждет своего чая около мисочки. Да, все предели, да и мне пора заниматься шлифовкой и жду не дождусь, когда дело вновь дойдет до нового нароста. Хочется поскорее закончить с одной работой и приступить к следующей. Что такое? Гулять? Пойдем, отпущу. Можно подумать, что тебя там Радик ожидает. Вперед! А я принимаюсь за дела. Все остальные могут отдыхать. Что ж, всем здоровья, удачи! Увидимся снова. Попробую рассказать о чем-нибудь интересном, что у нас происходит. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok